здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях человек который вам хорошо известен лидия николаевна антонова но обычно мы мучаем ее вопросами которые связаны с депутатской деятельностью все-таки она депутатом госдумы было сейчас активно работает депутатом московской областной думы к тому же еще работала и членом состояла надо было членом сайта федерации ныне как называется сенатор но сегодня мы хотим поговорить на тему образования здравствуйте никола добрый день почему потому что леди николаевна даже когда я с ней рядом находишься вот есть ощущение такого правильного мудрого наставничества вот она наверное встречаешься с разными людьми даже иногда не с учителем но тут человека есть да такой какой-то есть такое понятие в театре энергетика да который от тебя исходит и люди тянутся да ты еще ничего не сказал как бы а уже как-то на тебя смотрят но тема наше сегодняшнее образование почему потому что 18 лет работала учителем ли николаевна теперь я ее хочу представить окончательно в нашей сегодняшней программе профессор доктор педагогических наук академик российской академии образования заслуженный учитель российской федерации и вы же были еще министром образования московской области да правильно за нас вы дать сразу с министра чтобы эту историю хорошем смысле сторону отложить такой да фотоальбом полистали вот министр образования в области я всегда вот поражался но руководитель там отделы образования как советское время не помню правильно называлась а тут целый министр то есть это каждый учитель каждая горано-рано как это сейчас правильно называется это вам подотчетная тоже какая ответственность одно дело депутата другое министр ну конечно да то есть вы принимали решения какие-то спускали указы туда вниз но это тоже очень такой интересный этап моей жизни потому что я работала замечательными людьми три серьезных лучших мне кажется губернатора нашей страны и так посчастливилось с ними работать и конечно наши московской области целая страна вот и мои коллеги даже по образованию до сих пор говорят что если например да наверно не только образование если тайная иная законодательная инициатива или другой проект будет успешен московской области он пойдет на стране у нас свои особенности мы как бы как говорят россии в миниатюре морской то есть у нас и к лично не спрашивает какой-то пафос и с другой стороны у нас есть свое я свое я в общем у нас как-то вот такой очень интересное красивое можно сказать сочетание российского менталитета столичной амбициозности и так далее и тому подобное и областной мудрости областной мудрости до мудрости тогда но еще один такой личный вопрос нету не жалеете не было какой-то указа неправильного с вашей точки за который пришлось отменить вы знаете я могу сказать что понятие указ ну вот не имеется я просто министерскими приказы приказы знаете но на самом деле на может быть и были такие которые вызывали разную реакцию наверное наверное было но что мне наверное опять-таки повезло у меня такая команда моих единомышленников было было первых понимание всегда руководство но по крайне старалась его добиться второе мои единомышленники это не только работники министерства это вообще вся система образования московской области мы по всем трудным вопросам мы советовались мы старались сначала поговорить с людьми но у меня все так по жизни учили что на хорошо когда знаете я сама как учителем понимала что столько замечательных законов столько замечательных приказов а ведь вот если она прошла через учителя если про образование говорить или там через врача если здравоохранение если действительно нужно потому что управление но не может все знать вот я например никогда не была заучим в школе или директором я была учителем и в этом наверное моя сила но и и слабость была но я доверяла те вопросы которые касались каких-то пленных аспектов высокопрофессиональным людям или например управление вы говорите да трудное дело управлять система образования московской области и сегодня это очень трудное дело я восхищаюсь своими коллегами которые работают сейчас а потому что от твоего решения зависит судьба не только образование что такое образование судьба людей и вот и были такие вопросы которые очень были сложные и были сложные вопросы когда вот дефолт был там экономической ситуации было в области трудно я помню мы с моей команды мы проехали почти каждую школу и сказали вот ситуация такая вот есть такая жесткая схема как ее решить мы согласимся или там вопросы кому повышать заработную плату в школы школам или дошкольникам мы повысили школу потому что тогда это надо было но дошкольникам но как как я имела полномочий от правительства сказал мы вам повысим через несколько лет они ждали и я помню когда это случилось искали к нам и помню бы говорили нам то есть знаете вот управленец это очень важно мне кажется управленцу от моих там и совет хотя наверное мог я не самый лучший управление забыла но я имею ввиду вот быть внутри потому что если ты только в кабинете высохшу да но она сегодня как есть форма не обязательно ехать там каждый день по области или там мы летали вот можно и в системе таком да по пара поговорить но надо слушать мнение человека потому что если ты не это дай но не будет она станет решением но его не будут выполнять хорошо но теперь давайте перейдем к вопросам образования тем более что вы здесь уже и как доктор педагогических наук и как академик но ведь тема образования это наверное как погода я вот такое интересное сравнение сейчас возьму наверное никогда мы не доживем и наши последователи и никогда не было хотя пытается говорить что вот советском союзе так далее чтобы образование было стопроцентно идеально тогда и министерство не нужно правильно почему на сегодняшний день образование по-прежнему носит оттенок такого сложного момента вы сами знаете к вам обращаются куда лучше устроиться там частную школу или в обычную школу вот эти все названия которые теперь вроде как насколько мне известно то ли отменили то ли изменили там лицей или гимназия потом тема которая меня вообще она видно как человека советской еще закалки потому что мы какую-то кучу экзаменов сдавали ничего страшного не было тема егэ а я как преподаватель вуза сейчас да я вижу какой студент приходит с каждым годом глаза все пустеет и пустеет там и взгляд знаете я говорю конечно приятно себя ощущать умнее но как-то это уже выглядит немножечко то есть такой спектр вопросов я сразу вам набрасываю за что хотите зато цепляйтесь давайте начнем обсуждать вы знаете образование наверное никогда не может быть идеальным как не может быть земная жизнь человек идеально это только где-то вот там слава богу кто будет заслуженно туда помещен поэтому на если говорить вот за более короткий период смотрите мы все выходцы советской системы многие да или уже современные родители они увидите тех кто прошел там 70 80 90 советская система ведь отличалась еще вот очень здесь недавно мне понравилось высказывание есть такой сак фрумин который начинал как директор школы красноярском крае высшей школы экономики работает очень интересный человек он сказал так что в советское время само общество сама система советского строя выравнивала даже насильственно людей то есть ты попадал советскую школу хотел не хотел тебя выравнивали все давали огромный спектр знаний и тебя подтягивали и результат мы знаем дальше мы говорим что сегодня у нас есть такой аспект как мы говорим что наши дети вода многие ругают систему российского образования но я не буду говорить о том их правильный нет но мы знаем что мы гордимся олимпиад никами мы гордимся что мы побеждаем международных уровнях и многопрофильные олимпиады кстати вот когда первые многопрофильные олимпиады было в китае и мы гордимся что девочка из равенского района тогда ее выиграла когда по нескольким предметам и так далее вопрос это достижение школы российской или нет найти тоже соглашусь одной точки зрения это достижение в том что мы научились и умеем готовить талантливых ребят которые конкурентно способны их могут и переманить куда-то да но они это у нас такая линия есть почему опять таки она идет из советской школы советская школа конкретно тогда был запрос готовила для того чтобы быть успешным поступить в вуз она была вуза центристской поступил вуз уже как да 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 и понятно что мы поняли как и другие страны что не все могут учиться вузах но 30 процентов это вот такая стабильная цифра и по разные страны по-разному решали вопрос но соединенные штаты они например решили тем что у них муниципальные университет стали создаваться это такой найти что-то похожее когда у нас начали создаваться маленький частный не потому что я не против частных вузов маленькие или муниципальные вузы которые давали возможность прийти со скромными оценками даже бывают с очень скромными но получать высшее образование безопасно рядом с домом помните такая тенденция начинала 90 годах есть тенденция когда в одной школе как под германии учатся и те кто пойдут дальше учиться уже знают и те которые не пойдут но они вместе учатся хорошо ли это плохо тоже вопрос есть тенденция как сейчас слабую школу сделать сильный путем присоединения тоже большая тема от них сложно относятся вообще-то главная тема образования как сделать так чтобы образование которое на самом деле мне кажется во все эпохи и сегодня является и практически но по большому счету для большинства ребят единственным средством стать успешным профессиональным хорошо оплачиваем и так далее и тому подобное потому что знаете но я из семьи рабочего причем я горжусь своей семьей родители могли наверное работать где-то там повыше но они хотели получать ту зарплату которую позволила я вот понимаю сейчас и дать образование детям и нам давали всестороннее образование вы занимались языками там музыка и так далее и вот очень важно я помню такой на эти момент в жизни я писала экзамена проходила на кандидатский минимум в нашем замечательном университете вот и смотрю так у нас немного что там это же небольшой экзамен буквально там 7 чек и как-то ко всем что-то подходит с какими-то материалами тогда еще не было этой цифры так далее я так потом значит дала экзамен и спрашиваю куратора я говорю а вот ко всем подходили ко мне никто мне сказали ли ты чья дочь беру как ну а вот это дочь ректора из такого 3 это я не потому что я критикую а это вот понять это всегда было есть и будет какой-то хорошем смысле и в плохом практикционизм он есть и там телефонное право почему я гавили вот но вот мне кажется что если бы не было вот этой системы советской то наверное не знаю вот из нашей семьи там обстали кем-то понимаете потому что вот по одной линии у нас папа крестьянская семья и смоленской области мама сергиев посад мой прапрапрадед смог своим трудом творчеством стать одним из ведущих и потом руководителем иконописной мастерской сергиево-пасадской лавры мы этим гордимся вот ему было тогда дано право из истории мы это знаем что члены нашей семьи и в будущем тогда говорит имеет право быть как бы людьми вольными заниматься любимым делом это очень дорогого стоит мы гордимся этим поэтому я хочу сказать что как сделать так чтобы образование реально помогло человеку из разных сословий но они есть на что мы будем говорить с разными материальными условиями с разным отношением к понятию образования как сделать так чтобы человек вот был мотивирован что это нужно учиться не потому что егэ сдавать хорошо а потому что это интересно мир огромен и ты не знаешь кем ты будешь завтра и сегодня многие люди меняют профессию это называется предадаптации к будущему это очень интересное направление психологиям занимается снега сейчас смолов и его вот подвижники многие другие замечательные люди и я считаю что это будущее ну вот о будущем мы поговорим через призму того что как назад будущее вперед в прошлое напомню что леди николом антонов у нас гостях и в второй части продолжим тему образования напомню что программа открытый диалог с вами николай пивненко в гостях у нас лид николом антонова всем хорошо известно депутатской деятельностью но сегодня мы представляем как профессора доктора педагогических наук академика российской академии образования заслуженного учителя российской федерации это еще не все возможны звание и участие в каких-либо объединениях но и в по теме образования и по другим говорим о том что называется учитель ученики вы знаете меня последние годы после 90-х наверно в двухтысячные всегда волновал вопрос и я бы может быть с него бы начинал бы меня бы например шокировала ситуация когда выпускной вечер если ты денег не сдал то ты в нем не участвуешь вот я понимаю что в классе с кем-то ты дружишь с кем-то не дружишь с кем-то ты просто но мы всегда делали все вместе то есть ну тоже были как поговорить вот разные возможности так далее еще не говорю конечно это были совсем другие средства но тем не менее было ощущение что мы все вместе то есть не только образование на и воспитание как мне кажется не только родительская но и наверное в школе потому что мне трудно представить что учителя ну приходят на этот выпуск их же дар их точно должны пригласить да или например они не скажут что дайте классный руководитель не будет она участвовать мы сами посидим и так далее вот некая нравственная сторона может быть это некий такой проблемный маячок для том числе и современного образования но узнаете современное образование как и многие практически все стороны современной жизни все-таки очень сильное влияние наверное это правильно имеет экономическая сторона но кто помнит когда-то там директора школы для других учреждений жили по смете потом стали жить уже с учетом вот тех тарифов или там показатели экономических и так далее не всегда экономические показатели можно ну то есть это непростой процесс чтобы они не только были экономическими показателями но они как бы не то что не мешали они помогали развивать человеческий фактор потому что сегодня все такой тренд в мире да мы там идем к искусственному интеллекту и так далее сегодня мы люди которые создаем искусственный интеллект понимаю что это наш продукт деятельности мы часто к человеку да даже в русском языке или в детстве языках другой других народов мира мы появим появились и слова и наши технологии как если бы это как человек если это продукт технологий позичек не будет никогда продуктом технологии если перефразировать что сказал бильям шекспир дашь какие бы мы были людьми если бы имели только то что нам нужно если бы не хотели большего до или там вот лев николаевич толстой он говорил о том что все его предки до его по старшее поколение не но они были свободные люди потому что они были люди высшего сословия им не обязательно было учиться но им было интересно учиться и они не для ига учились да вот я хочу сказать что в этом плане это трудный вопрос потому что мы еще переживаем еще эту эпоху когда экономика но вот как бы задает тон ведь часто кто руководитель экономист юрист я не сторонник того чтобы не было экономистов юристов среди больших руководителей но очень хотелось бы чтобы все-таки у этих людей было и составляющей профессиональное той которой они профессии не занимаются просто потому что вот знаете когда например был такой закон он и сейчас работает автономное учреждение когда мы обучать обучались как работать по этому закону вот моя точка зрения сразу вот как сформировалась тот директор который первое хороший педагог профессионал 2 хороший юрист и 3 хороший экономист он сможет работать эффективно по этому закону а кто чего-то не добрал не добрал знаете я помню одного хорошего директора школы в нашем в нашем городе в начале 90 хороший директор и он и сейчас работает в образовании но не у нас по вот он пришел ко мне клинка ладно у меня идея вот мы годовые деньги положим в банк моей школы и в этом нет что-то поможете а я буду процент собирать для того чтобы решить такие такие-то проблемы я говорю супер тогда как-то все поверили в эти банковские что можно из воздуха сделать деньги но и сейчас верят праздник я замечательно а если вот банк то вдруг я еще тогда не знала но понимал даже подачу на дарком есть а потом его не понимаете вот это вот такой момент есть поэтому вот найти это и подготовить людей которые принимают решение ведь но что говорить простой человек не принимает такое решение но он может быть участвует подготовки но принимает решение кто-то чтобы эти три составляющие были вот когда они есть то и решение взвешено экономически правильно но и человеческий ориентир ведь человек то не меняется у него все равно он может плакать он может смеяться он может иметь извините преступные какие-то намерения люди не меняются но все зависит от воспитательного процесса ну знаете вот моя точка зрения она тоже я думаю популярна среди педагогов по крайне моего поколения могут быть и современных первое все-таки место держит воспитание семья вот я часто задумывалась вот я свои деятельности могу перевоспитать вот у них семья такая но на мой взгляд неправильно воспитывала ребенка чтобы это сделать чтобы переломить то что не делает семья или делает не так но с точки зрения педагога тогда надо тогда мало прийти только на урок мало только быть с ним на каком-то мероприятии и опять-таки я не хочу сказать это мои выпускники дети пусть говорят там любят они меня я их люблю всех всех не был три выпуска вот и наверное могла бы даже остаться так получилось по жизни начался перестройка выборы там каких-то лидеров и так далее понимаете вот чтобы их воспитывать надо собой воспитываться постоянно у меня был предмет английский язык советское время он был мало кому нужен да я пришла в школу в малаховскую на вот меня первые два дня я была в эйфории вообще хотела прийти в школу хотя у меня были замечательные другие предложения по работе уже была аспиранткой вот но мне очень понравилась педагогическая практика что вот лидия николаевна зовут и вообще и все и вот первые два дня школы просто были замечательные вот потом я поняла почему потому что на последней партии сидел наш замечательный директор тогда вот нашей школы и он присутствовал моих уроках это были замечательные да потом начался сумасшедший дом слушала в лучшем случае один-два человечка в классах потому что остальные могли делать что угодно и у меня была идея я так переживала я привыкла быть отличницей там какой-то комсомолкой там общественницы ночи там типа стараться быть хорошей и вдруг никому не нужно и думаю все уеду моему дяди в красноярск у меня зовет там работать в университет или куда-то еще уйду и вообще кто подумала так значит дедушка живет малаховки бабушка живет мама с папой антонова вообще сбежала ее там закидали какими-то самолетиками бумажными типа она никто и звать ника я сказал все я стану самой любимой я стану самой лучшей и потом уйду пойду свою аспирантуры тогда сделаю дело да не могла уйти 18 лет потому что вообще знаете и я пришла в профессию не через знания хотя они были у меня отличные хорошие я благодарна педагогам я пришла вот как сейчас это называется дополнительное образование воспитания я стала ходить в походы сначала я я была с девочкой семьи и папа говорил царство небесное в поход идете с классом пусть они идут а ты пойдешь в поход с мужем строгая семья вот я стала ходить в походы не умея ничего но дети многое умели мы стали ездить на плотах мы стали работать в колхозе в раменском районе летом чтобы заработать деньги и на свои деньги путешествовать по нашей стране отдыха такой самостийный из всяких правил поэтому нам потом было строгим министром тоже прошла школу жизни то есть я училась у них они наверное учились у меня и через это они полюбили мой предмет они даже полюбили мои виды искусства которые люблю мальчики говорите николаевна балет можно посидеть мы тихо будем сидеть в этом файе ребят вот первый первое действие со мной а потом если вы захотите вы уйдете или там концерт духовной музыки в костюле или в соборе то есть это вообще такой этап моей жизни любимые но мы вместе новый год встречали мы все отпуска со мной были вместе дома у меня продолжалось то есть они ко мне приходили моя дочь говорила опять все съели может быть кому-то это помогло но это не заменило семейного воспитания с чего мы начали поэтому семейное воспитание школа с педагогами которые не только профессионалы дела про предметы предметы как в банк складывают знания до которые это любят но это образ жизни ну и в завершении чем на сегодняшний день как окажет как вам кажется как чеку который проработал и министром и наверняка до сих пор так сказать что то какие-то связи остались чем можно охарактеризовать ну вот мы более менее характеризовали современное образование частично вспомнили прошло чем московское образование московской области вы считаете вот выделяется или она не выделяется а я думаю выделяется безусловно во первых она конечно одно из лидеров образования россии даже я бы сказала наши выпускники вот я говорю мы научились готовить олимпиадников и так далее они очень востребованы в мире да наше образование я считаю вот сохраняет на сегодняшний день старается по крайне сохранить такую традиционность хорошем смысле слова до уважение к ветеранам педагогического труда которые до сих пор ходят школу и вот своим духом поддерживают новичков у нас сегодня очень хорошие ребята молодые приходят я стараюсь каждый год с ним встречаться они действительно как многие из нас верят что образование это будущее человечества и еще у нас есть помимо многих многих у нас есть очень интересная ассоциация педагогов московской области которого с легкой руки и при поддержке андрея юрьевича правительство области работают это такая знаете отдельно как нибудь поговорим это такая форма который позволяет учителю развивать мотивацию к своему труду и помочь ему в трудных вопросах сегодняшнего дня начиная от предметных вопросов кончая психологии социализации детей и конечно это духовная составляющая образование подмосковья вот практически уже 20 лет идет программа которую поддержала правительство области губернатор тогда борис елдж громов наш владыка митрополита ювенале сегодня это линия продолжается теми людьми которые работают это были созданы специальные учебники методические пособия начиная с детского сада заканчивая вузом по системе духовно-нравственного воспитания и это не только основа православной культуры это урок или эта форма деятельности которые всегда призывал и призываю чтобы она была как бы базисом для соединения культур народов которые живут московской области что если в нашей школе в нашем детском саду или колледже столько-то национальности столько-то представителей вероисповедания разных то наша деятельность должны это отражать каждый должен гордиться своими традициями уважать такой баланс и быть в диалоге и сегодня это как никогда актуально в люберецком округе потому что у нас округ очень быстро развивающиеся мы видим людей другой национальности в каждой семье вот в нашей семье но уже как бы русские даже если брать чисто по и в меньшинстве потому что это нормально так получилось поэтому мне очень хочется чтобы все лучшие силы конечно у нас очень много сейчас вопроса в образовании это цифровизация это социальная цифра это цифровизация социализация это безопасность это масса вопросов но все-таки главное это помочь человеку стать счастливым успешным и здоровым найти есть такая мудрость который высказал замечательный педагог семён соловейчик он сказал учитель ученик может учитель испортить настроение а учитель может ученику испортить жизнь вот мудрое изречение хорошая хорошая мала стараюсь поздрав николавна почему потому что я вас опять же приглашаю чуть-чуть попозже есть даже такой вариант можем провести что-нибудь такое какой-то марафон с учителями с молодыми вот почему потому что учеников то всегда же к критику и в наше время там доставалось но многие из тех кого критиковали действительно стали счастливыми вот поэтому все зависит от многих фактов но учитель никуда не денется николавна антонова депутат московской областной думы профессор доктор педагогических наук академик российской академии образования заслуженный учитель российской федерации большое вам спасибо спасибо это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания ну и и Редактор субтитров А.Семкин